Вот у нас Макси, вот у нас Марьями. Марьями, скажи, он тебя слушается по команде сидеть? Он садится? Нет. Не садится. Так, все, тогда идем знакомиться с жабой. Давай двигайся потихонечку в том направлении. Мы смотрим, как он себя ведет в церковь армянской. Нельзя, чтобы он тут писал, какал. Значит, тянет постоянно поводочек. Да, мы сейчас с вами приближаемся к дрессировке в Тбилиси. Вот у нас эксперт по дрессировке Джаба. 25 минут мы находимся на площадке. Смотрите, одним мизинчиком я веду собаку. Одним мизинчиком. Одним мизинчиком держу. Смотри, на руку мою покажи. Одним мизинчиком, смотрите. Чуть-чуть приходится поддергивать, давать нужное направление. Но смысл остается прежний. Вот у нас в Марьяме мы имеем две собаки. Первая собака, она не социализированная абсолютно, постоянно находится дома. Это Макси. И сегодня азы, азы дрессировки будет осваивать Марьяме. Это у нас эксперт по дрессировке собак Грузия Джаба. Джаба, добрый день. День добрый. Как зовут вашего питомца? Это Ян. Ян. Ян Гус. Ян, ты знаешь. Ну, Ян уже выполняет команды. Ян уже более-менее, я так понимаю, социализирован. Ему годик. Еще есть многие чертовки, надо исправить, потому что немного раз у Яны были серьезные провали. Ну, там, очень большие тайм-ауты там, и очень негативно действует. То есть у него еще проблема с выдержкой, да, получается? Ну, да, типа того, еще он не сангвеник, понимаешь? Да, да. В чем дело? Ну, сейчас, сейчас... Очень большая энергия и трай, как у Малиноя. Ну, как раньше были. На одной площадке, получается, мы сейчас сможем находиться, да, вот с непослушной собачкой. То есть он будет реагировать абсолютно спокойно? Кто? Ян? Ян, да. Ну, наверное. Сейчас, сейчас проверим. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Потому что Макси это абсолютно непослушный пес, с которым в метро вообще была проблема. Я в метро даже не мог снимать, он весь дрожал, лес там мог повредиться. Вот, но сейчас две собачки рядом, и потихонечку Макси должен привыкнуть. Ну, что? Ну, а такие мы непослушные, всегда в начале бываем. Что сделаешь? Он просто песни поет. Ну, вот, 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 вот. ...определить по таймингу, по правилам, понимаешь? Каждый в насилие должен иметь какой-то протокол. Я согласен, согласен. По крайней мере, для начала. Люди задают вопрос, почему собака, а такой пигель, да, как у Марьями, абсолютно непослушная собака, приходят гости домой, собака не дает отдыхать, постоянно, короче, голову морочит. Но, в принципе, Макси у нас в той же самой кондиции. То есть он мало того, что голову морочит, он еще пытается нападать на большую собачку, проявлять свой какой-то характер. Сейчас мы 3-4 круга с вами уже сделали до этого. Более-менее психика загружена, собака начинает понимать, что-то я делаю не так, что-то я делаю не так. То есть эта собака спокойно стоит, садится, ложится, а я, короче, что-то не в теме. Вот эта собака, вот этот маленький пигель, да, он, получается, сегодня второй раз в метро зашел, но это вообще он дрожал там, боялся. И он первый раз на этом самом, на дрессировку пришел. То есть он, сейчас вы видите, в принципе, можно сказать, свою собаку, которая еще не поймет вообще, куда привели. Я говорю, иногда мне кажется, что он думает, что он человек. Хочет, да, к нам в постель зайти, хочет с нами смазать. Вот так. Именно. Ребенок нужно ухаживать за ним. Лает вот так. Я думаю, что это неправильно у него, но получается, что именно эта порода не лает. Потому что он уже давно привык, что люди, собаки обращают внимание. А, короче, вот тут уже произошел странный сценарий. Собака сидит и игнорирует, короче. Это новый сценарий, и он уже запутался. То есть, другими словами, эта собака, Макси, привык к бесконтрольности. Он постоянно привык, что его не контролируют. Постоянно он тянет и может делать, в принципе, все, что хочет. То есть, это когда собака уже становится в доме хозяином. Она не становится частью стаи. Она становится хозяин. Вот он как хозяин, смотрите, смотрит. Вот этого я не допускаю. Он очень хорошо понял, что дома Альфа это я. Все. После меня. Вот это он отлично знает. Да, конечно, есть и альфа-индивиды, и бета-индивиды, и дельта, и омега, и все, все это да. Да, но это на самом деле из теории доминантности. И создатель этого теории есть Дэвид Мэйч. Ну, я не знаю, сейчас он живет еще или нет. Я год там назад, я смотрел, где-то, когда он, как ерус, был ты, Валера. Это ничего всего не имеет, короче. Потому что там два, три, четыре. Макси становится более спокойным, смотрите внимательно. Сейчас с морями ближе приближайся, собаки. В поларе, где-то, короче, в Канаде, где-то... С каждым разом все ближе, ближе. Это не стоит. И проходи, и проходи, и проходи. Да, одно самое главное. Проходи, проходи. Они не охотятся, это не стоит. Это не семья, короче, волка. Там лежит небо, там вечера, заходит ухажер, и прямо, короче, бросает, на халяву, а вот сюда. А, ну, второй сухой, это тоже такие кружки надо? Не, он уже сейчас устанет, он уже спокойно будет сесть. Еще один кружочек, сделай один. Как можно ближе к нему, как можно ближе. Это Дэвид Мэйч, Сабруда Лена. Смотрите на Максе внимательно, он уже подустал. Проходи, проходи. Начинает понимать, что уже можно себя поспокойнее вести. А, вот здесь Макс. Ну, тут появляется новая собака, появляется новая собака. Это новый возбудитель, новый раздражитель, так скажем, да? Я тоже не знаю, если не сухой, там, брат, ну, как, давай. Кобяк! Да, отходи, вот, чтобы халявил. Самец. Кобяк! 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 Да, 10 минут понадобилось, чтобы они притерлись. Сейчас уже я даю провоцирование, чтобы еще подутомился. Я сфотографирую вдвоем, но тени, 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 один в один, вот так салатом. Вот, знаешь, такие провокации иногда надо, тогда, ну, уже надежно контролировать. Сиренада от Макси, сиренада от Макси, сиренада. Вот, подхозяин скажет, что ему надо, надежно сказать, провоцировать, ничего не делать, вот, подхозяин. Это было собак, 4-5, сужили у меня. О, братан. И некогда не было, вообще, не до этого было. Как у запозже наканулы. Помнишь, это? Запозже, как, вообще, не спал, а не туфть. Это яб. Это кривые наборки. 15 минут максимум прошло, и смотрите на реакцию Макси. Вас не��рос, кстати, сейчас. Кошка горит пошик-чурик, а вот сам запозжик и эту сам va laner. Это пословица такая, это паулено, что, все для других ты сам делаешь, для своего не было времени делать. Вот это сладко. Потому что там контракт, там ответственность, ты уже исполняешь как будто техническую задачу, без заставки. Очень много гостиниц сейчас открывают, гостиница собака, вот так называется, и на месте там по пунктам, а то хочешь просто как гостиница будут держать неделю или месяц, сколько тебе на командировку, например. Или есть в пакете при оплате, его обучают твою собаку, но сколько бы ни обучали, твою собаку ты сам должен обучать, чтобы взаимоотношения параллельные. Дорогой извини, а ему сколько? Сколько, Марьян? Возраст. Сколько? Два. Годик? Два годика. Два годика. Вы в квартире живете? Знаю почему, спрашиваю. Он свои потребности, он дает знать вам, что на улице хочет, чтобы потребность, например, туалет хочет, дает знать. Зовет писать, какать, да? Да, зовет. А дома не делает, уже ничего не делает. Наверное, если долго оставить, ну, конечно, понятно. Сходит в туалет, но он сходит в какое-то место, да, определенное? Да, ну, это в ванную. В ванную, в ванную, в ванную, в ванную. А мой приходит, а у нас частный дом и квартира у нас, большой сад у меня. Да. Он приходит, если бы чудеса не видишь, он петь делает, да, потому что он понимает, что он по улице петь делает, так петь делает, все делает. Серенады. Серенады от Макси. Серенада. Серенада. У-у-у-у. Ну, в жизни людей, в принципе, точно так и происходит, когда человек малограмотный видит грамотного специалиста, он всегда хочет на него что-то сказать, да, то есть тем самым показать, что он важный. А на самом деле это всего лишь слова. Макси, ты начнешь слушаться? Молодец. Дают гарантию. Да. Макси, ты начнешь слушаться? Это упражнение называется Самоконтроль. Да. Ну, один из видов. Один из видов самоконтроля. Это упражнение, да. Когда собаке на ладони дается корм, но собака в этот момент отворачивает свою прекрасную пушистую мордочку и делает выдержку, пока не будет команда взять этот корм. Без директив, без директив, без диктанта, без всяких эмоций, без команд. Руку надо статистически стоит так, если что, короче, собака уже искушается и мордочку вот так, уже закрываешь ладонью и потом открываешь. В открытой ладонью держите корм, если собака пытается с ладонью держите корм, если собака пытается слизать его с руки, вы в этот момент просто зажимаете ладонью. Дергаешь руку, ни в коем случае, это нельзя, дергаешь руку. Статично надо ставить, рука ставить, статично. Если что, ладонью закрываешь и открываешь. Без всяких звук, без всяких зеркалов. Без раздражителей дополнительных. Ну вот конкретно по поводу поощрения. Вот наша собака, Макси, да, уже вроде бы более-менее становится послушной, когда мы можем ему дать лакомство. Вот, через я. То есть, другими словами, собака при подаче лакомства начинает понимать, что она что-то делает правильно. Да. Клик. И потом уже время. А клик можно? Да, это клик. После клика, через секунду, вот клик, за внимание. И через секунду я даю корм. Либо корм, ну материал, например. Либо игрушку, либо похвалку. Клик был раздражительный. Дополнительный раздражитель. Дополнительный раздражитель. Клик. Дополнительный раздражитель. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот я его мизинцем веду Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok